Доброе утро! У нас утро начинается сегодня с блинчиков. Максимка сам попросил, говорит, мама, давно блины не делали. Какие красивые. А этот газ у меня меньше, чем этот, и всегда дольше чуть-чуть. Правда, у нас утро такое. 11 утра. Мне детки дают поспать на выходных, на каникулах. Я им очень благодарна, что не нужно никуда гнать, вставать. Я прям очень-очень рада. Сегодня у нас очень много дел, и дети очень ждали именно этот день. Мы сегодня... О, товарищи, что такое? Не стыдно. Запотели. Они ждали этот день. Они собирают сумки, собирают рюкзаки. У нас сегодня тоже дела такие... Машину подготовить, помыть, почистить, освободить место в багажнике. И собирать вещи сегодня. Я тоже очень ждала этот день. Очень и очень. Но вам чуть-чуть попозже расскажу, что у нас будет. Так, мы уже выехали по делишкам. Если честно, сегодня последний рывок вот так вот по магазинам. Да? Ну, я бы не знал последний рывок сегодня, да. Последний рывок? Именно в нас городе. В Лепое. Да. А дальше начнется еще интереснее, как говорится. Поэтому мы говорим последний рывок. Сейчас... Сейчас скажу. Сейчас интересная такая новость. Ну, не новость, а подписчица попросила. Вчера написала поздно вечером и попросила помочь. Макс, сделайте подписчик. Ездить в один магазин и посмотреть кое-что, что ей необходимо. И в ее городе нет, ближайших нет. И она вот ищет в Лепое, и в Лепое смогла обратиться только к нам. Представляете? Нам, конечно же, в свою очередь очень приятно помочь человеку. Исполнить ее какую-то маленькую мечту. Вот. А сейчас просто держим крестики на реке, чтобы это было в магазине. Если этого нет, то тогда просто не судьба. Ну что, машину почти негде припарковать. Все люди приезжают в магазины. Выходят с покупками, заходят. Ну и мы заходим. Смотрите, у нас дождь. Мы, кстати, уже вышли с магазина, да? Не получится нам помочь подписчицам, подписчицам, подписчикам. Потому что вещь оказалась безумно хрупкой. И ставка дорогая, чтобы и то никто не отвечает, да? Как она доедет в целости и сохранности. И в итоге получится, конечно, обидно, если разобьется. Но мы попытались, мы постарались. И теперь у нас дождь, видите? Но новогоднее настроение не пропало. Не знаю. Потому что мне нравится, как мы отмечаем в этот раз. И вам позже расскажем. Может быть, кто-то уже догадался, если да. Пока не досмотрели влог, пишите, конечно, ваши догадочки. Я не помню. А, я вспомнила, куда мы едем. Нам еще нужно отдать некоторые заказы. И сегодня еще заехать к бабушке Вере. Ну и в магазин, конечно же. И помыть машину, как я вам говорила. Ну, типа оставили минимальный отдел. Он все равно целый список. Мы приехали мыть машину, как я говорила, что нужно подготовить машинку, чтобы она была чистая. Мальчики остаются мыть машину. А мы с Полинкой зайдем, потому что я кое-что забыла купить. У меня закончился, заканчивается консилер. И я хочу его купить. Чтобы у меня был новенький, свеженький. А, у меня деньги есть, да? Я могу идти. А, да. Ну, у меня много. Ладно, тогда мы в друга. Вам камера надо или вы будете максимально заняты? Нет, мы будем заняты. Даже коврик, и он отстегивает, чтобы их помыть. Ты их потом здесь не забудь. Да, я сейчас мыл машину и уехал без коврики. Мы от коврики остались здесь висеть. Я потом вернулся, и они были. Многие так делают. Но это на какой машине было? На сиатре? Да. Все, Полинка, пойдем. Сына, помогай, папе. Ой, дождь капает. Просто посмотрите, какой дождь. Очень мерзко на улице. Влажность повышенная. С такой, знаете, прям вот мерзость. Это идеальное слово для этой погоды. Бред новогодней. Здесь тоже народу. Смотрите, очереди. Да, заходи. Так, хочу взять консилер. Полину поставила в очередь. Потому что очередь нереальная. А моего нет. Нет. Короче, взяла пятый номер. Неважно. А, у меня другой был. Ну, тоже вроде неплохой. Попробую дома. Так, девочки такие девочки. Ну-ка, показывай. Ну, губы уже видно. Полина купила такой себе клубничный. Еще раз покажи. Это варенье. Хочу фокус настроить. Клубничное варенье. Бальзамчик для губ. С вареньем, да? Не съесть. Ой, с блинами не скушать. Силанчик взяли. Белье постирать. Консилер и станки. Консилер, да. Все. Идем к мальчикам, да? Я пришла, а даже не хотела садиться. Ну, посмотрите, какая чистота. Все сверкает. Все очень чистенько. Ну, не зря мы погуляли, оставили мальчика. Класс. Ну, все. Молодцы, молодцы. Можно еще панельку протереть, и все. У нас дома что? Сиеста. Смотрите, отдыхают. Все спят. Кирюша спит. Поля там в комнате чем-то занимает. Мелька отдыхает. Ой, и мы лежим здесь, да? Балдеем. Впереди еще сбор чемодана, вещей. Мелька остается. Ты уверен, что ей нравится с тобой лежать? Она очень странно подает мне всем видом, что... Она терпит тебя. Слышишь? Ну, давай, не держи, не держи ее. Она убегает куда-то. Убегает куда-то? А тебе нравится с ней в обнимочку? Да? Ты не душишь ее там? Нет? Ева, ну что? Такая любовь у Макса, да. Ты если руку уберешь, она сразу убежит, думаешь? Да. Все, спите, да? А? А Ева не спит. Не спит? А ты ее погладь, может, уснет? Нет. Нет? Вообще, Ева реагирует на чужих детей не очень хорошо. То есть, если чужой ребенок захочет ее погладить, может цапнуть. Нет, укусит. Укусит. Если, например, она будет сидеть на руках, там у меня, допустим, и будет кто-то подходить и пытаться ее погладить, руки тянуть, она цапнет. Взрослого тоже. Мы недавно выяснили... Аккуратно, аккуратно. Сына, ну отпусти, отпусти. Отпусти. Мы выяснили недавно, что таким образом она защищает хозяина. То есть, так нельзя. И вообще, вот когда лезут к собаке, люди на улице, чужие, и дети. Я вообще всегда поражаюсь, как они это делают, так смело и спокойно. Я никогда в жизни не потрогаю чужую собаку, не буду лезть к ней. Во-первых, это не тактично, некрасиво. Это то же самое, что ребенка, да, идет ребенок с родителями, там, за руку, и чужой человек идет к нему, руки там тянет, потрогать. Ну и во-вторых, просто собака может укусить. Ты же совершенно чужой человек. У нас так очень часто, да, когда идешь-идешь с Евой, и маленькие дети подбегают, или просто дети, или взрослые тянут руки. Секунду. Тянут руки и хотят погладить. Ничего даже не спрашивают. Я, конечно, понимаю, что ты маленькая, милая собачка, хочется погладить. Но в то же время она ведь может укусить. Но даже если не укусит, это некрасиво. Это неприлично, мне кажется, подходить и тянуть руки к собаке, не спросив разрешения у хозяина. Макс хотел показать, это был один из подарков вчера. На бокалы такие, ну, насадочки силиконовые, наверное. Певая, это все. Вот видите, сейчас, вот бокал. Певая, это все. Белая. Бокал. И на ножку надеваете такую штучку. Вот. И вы знаете, какой бокал ваш. У нас такая ситуация была на Лиге. Было очень много народу на даче. И мы свои бокалы, там, кто резинку повязал, ну, все бокалы одинаковые, кто ленточку привязал, такого цвета, другого цвета. И вот. И вот. Наташенька о нас подумала. Самаш приедет на даче будет надевать на свой бокал тоже. Выбирайте цвет, Наташ. Это очень удобная вещь. Я таких вообще не думала, что такие существуют, да? Вот, это было на нашем подарочке. А то кто-то писал. А что вам подарили? Нам тоже очень много всего подарили. Не надо сейчас. Нет, сейчас. Не надо сейчас. Не-не-не. Очень много всего тоже нам подарили. Приятные подарочки. Мы уже получаем какое-то время. В этом году все так заранее немножко. Вот. Чуть-чуть попозже мы еще съездим по делам. Все вам расскажу, покажу. И вот скоро собирать чемодан. И тогда я вам расскажу, зачем и почему. Пока. Пока, хотел сказать. Но мы еще не прощаемся, да? Да? Весь вечер мы заняты вот такими вот мероприятиями. Видите, у нас полный чемодан. Если честно, еле застегнули. Здесь у нас просто битком. Здесь у меня просто не влазили уже детские вещи. Поэтому дети взяли еще и просто полные рюкзаки. Здесь и вещи, и игрушки. Здесь у меня косметичка. Но она еще наполняться будет. Это то, что для мыльно-рыльной. А сюда я еще буду складывать свою косметику. Уже полный багажник мы отнесли. Это хорошо, что в машине небольшой багажник, целых 500 литров. Да ладно, мы там все это вместе. Еще место останется. Да, встань. Сходили, да, все машины уже сложили, все туда положили. Как вы уже поняли, мы куда-то уезжаем. Да, мы уезжаем, будем ждать. Все, давайте заканчиваем дусин. С вами увидимся завтра. Нет, нет. Что мы давай расскажем? Мы... Только давай не говорим, куда мы едем. Да нет, почему? Нафига? Пускай сможет следующий влог. Ты что сейчас делаешь? Опять? Все карты раскрываешь. С тобой в покер не поиграть. Ты блефовать не умеешь. Реально. Нет, но я... Ты с тобой на турнир в покер, мы не поедем. Ой, я не поеду с тобой. На самом деле. Блефовать я не умею. Я не умею врать. Не, блефовать... Правильно. Потому что мы не врем. Ну да, но я хотела... Мы не блефуем. Ладно, ребят, ну хорошо, тогда мы не будем вам рассказывать. Смотрите влог завтра. А я хотела рассказать, а он мне не дал. Ну хотя бы вы уже знаете, что... В июне 2023 года. Давайте так. Хотя бы вы уже поняли, что мы куда-то уезжаем. И уезжаем на Новый год. И вы с нами едете на Новый год. Берем вас с собой. Да. Обязательно. Вы уже поняли, мы в этом городе, дома, мы Новый год не празднуем. Мы даже сегодня... Да. Кстати, что ты делаешь? Подожди. Ты меня сбила. Да, все. Что мы дальше сегодня? Нет, все. Ничего. Опять мне что-то не рассказывает. Слушайте, товарищи, с ним вообще... Интриган. Ну ладно. Тогда получается, смотрите следующий влог. Вы с нами, так что не переключайтесь. Спасибо, что вы у нас есть. Подписываемся, ставим пальчики вверх. И давайте до завтра. Пока. Пока.